Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Автобус плавно качнулся, наехав на очередную кочку. Лена, вздрогнув, крепче сжала руку потрепанного чемодана. Слезы, предательски подступившие к глазам еще в подъезде, никак не хотели утихать, размазывая тушь и оставляя соленые дорожки на щеках. Ей хотелось кричать, но вместо этого она до боли сжимала губы, стараясь не разрыдаться вслух. Внутри все клокотало от обиды, которую причинили словам мужа и свекрови. После всего услышанного Лена решила уехать на дачу, в домик покойного деда Василия, где всегда пахло смолой и душистыми травами, а еще было тихо и спокойно. В этот день Лена имела неосторожность вернуться с работы раньше и уже с порога услышала странный разговор. Настроение было приподнятым, ведь она в кои-то веки выпросила отпуск у администратора. Но вся радость немедленно улетучилась вместе с первыми словами свекрови. «Сережа, ну как же так? Ведь ты обещал, что Кира, это, это не серьезно. У тебя ведь бизнес, в конце концов, к чему эти интрижки?» – послышался робкий голос Надежды Валентиновны, который сейчас все еще звучал в ушах Лены. «Мам, хватит, а? Мы с Кирой любим друг друга, а наследство отца – это моя забота, и я сам решу, кому оно достанется». Голос Сергея был жестким и бескомпромиссным. «Но Леночка, она же твоя жена. Тем более, Анатолий хотел оставить его именно ей. Мы с ним хоть и в разводе почти двадцать лет, но на твоей свадьбе Толик сам сказал, что оставит квартиру в центре только невестке». Едва слышно продолжала Надежда Валентиновна. «А что, Лена? Чем она заслужила это наследство? Год за годом работа, дома я, а мне хочется, чтобы именно Кира была счастлива. Она этого заслуживает». Сердце Лены разрывалось на части. «Заслуживает» – пронеслось у нее в голове. «А я что, лицом не вышла? А моя любовь к тебе, Сережа? А потерянные годы?» «Мам, Лена ведь ничего не делает для сближения, только готовит и убирает». Донесся до нее голос мужа, и слезы полились еще сильнее. «Готовит? Убирает? Вот значит как? Ну-ну!» – прошептала Лена, стиснув зубы. «Но разве этого так мало?» В глубине души Лена все еще не могла поверить, что человек, которого она любила всем сердцем, легко отказывается от нее, от их семьи и совместного будущего. Хлопнув входной дверью так, что зазвенели плафоны на люстре, она, не говоря ни слова свекрови и мужу, вошла в свою комнату и принялась собирать вещи. Конечно же, Сергей и Надежда Валентиновна обо всем догадались и быстро поняли, что Лена стала невольным свидетелем их разговора. «Леночка, постой, я все тебе сейчас объясню», предприняла робкую попытку примирения свекровь. Но Лена сейчас не хотела никого слушать. Да и что могла сказать Надежда Валентиновна, если все и так понятно? У Сергея появилась любовница, и он был готов отдать ей наследство отца, который не жил с семьей около двадцати лет. Дорога убегала лентой вдаль, вызывая у пассажиров автобуса иллюзию бесконечности пути. По обе стороны мелькали одни и те же пейзажи, как на записи кинопленки, где были запечатлены редкие лесополосы, поля и отблеск солнца на водной глади реки. Мерный шум двигателя убаюкивал, и примерно половина пассажиров уже дремала. Тем более, дело близилось к вечеру, а осень утемнеет намного раньше. Наконец, уже в сумерках, автобус замедлил ход и послушно замер у неприметной остановки. Лена, как в тумане, вышла из салона с чемоданом наперевес. Вроде и небольшой взяла, а все ж руку тянет. Дача казалась ей сейчас единственным убежищем и местом, где она сможет пережить эту бурю. Лена глубоко вдохнула влажный, пропитанный запахом листвы воздух и медленно двинулась по тропинке, которая, по ее мнению, должна была вывести к поселку. Ей хотелось верить, что здесь, в тишине, спокойствии, она сможет найти ответы на вопросы, которые терзали ей душу. Солнце, будто растеряв краски, уже скрылось за горизонтом, окрасив небо в багряные тона. Холодный осенний ветер, пропитанный запахом влажной земли, и прелых листьев, трепал ее волосы, словно желая ободрить, либо, напротив, лишить остатков сил. Слезы, как и прежде, подступали к глазам, но Лена старалась их сдерживать. Казалось, вся жизнь рухнула в одночасье. Дорога к даче, знакомая из детства, теперь казалась бесконечной. Лена брела, спотыкаясь о корне деревьев и едва переставляя ноги. «Почему Сережа меня предал?» — шептала она, словно пытаясь найти ответ в безмолвной тишине подступающих сумерек. И как он умудрился переделать завещание своего отца, когда даже на похоронах не был? Ответа на этот вопрос Лена не знала. Возможно, Сергей собирался выдать свою любовницу за жену. Или Анатолий Борисович перед смертью изменил свое решение. Пойди разберись теперь, кто прав, а кто виноват. Внезапно в глубине леса что-то блеснуло. Луч фонаря? Но кто будет бродить по лесу в такое время? Тем более в той стороне раскинулось болото. Вон, даже таблички об этом предупреждают на каждом шагу. Сердце замерло в груди от страха. Присмотревшись внимательнее, Лена увидела, как двое мужчин тащили кого-то третьего, словно мешок с картошкой. И этот кто-то не подавал признаков жизни. Рука непроизвольно потянулась к смартфону, лежащему в кармане. Вот только за день работы в кафе заряд на стареньком аппарате упал практически до нуля. И зарядить его после работы она попросту не успела. «Что это здесь происходит?» – прошептала Лена, спрятавшись за толстым стволом старой сосны. Тем временем мужчины продолжали двигаться в сторону болота. «Нельзя! Сиди тихо, не высовывайся!» – прошептала сама себя Лена и закрыла глаза от ужаса. В этот момент яркая вспышка луча мощного фонаря скользнула по лесной чаще, заставив ее слиться с окружающей средой. А через пару минут после этого послышался глухой всплеск. Мужчины постояли немного, а потом растворились в темноте, словно их никогда и не было. Лена, с трудом пересилив страх, подошла к краю болота. «Помогите!» – донесся слабый, хриплый голос. В темноте она разглядела молодого человека, лежащего в мутной грязной воде. На его лице были следы крови. «Сейчас я помогу, вот только палку покрепче найду!» – сказала Лена и, наклонившись, подняла с усыпанной хвоей земли добротную еловую ветку, не выдержавшую схватки с сильным ветром. «Вот, держись, только крепче!» – распорядилась она и потянула на себя. К ее удивлению, несмотря на кажущуюся худобу, мужчина оказался тяжелым. Тем не менее Лена нашла в себе силы и вытащила его на спасительную сушу. «Спасибо!» – прошептал он. «Кажется, без вас я бы погиб!» «А кто вы и что с вами случилось?» – спросила Лена, помогая незнакомцу подняться на ноги. «Максим!» – ответил он, с трудом переводя дыхание. «Я из управления лесного хозяйства. Боролся с черными лесорубами, они напали на меня, но и сбросили в это болото». «Черные лесорубы?» – переспросила Лена, вспоминая рассказы дедушки о браконьерах, которые вырубали лес неподалеку от дачи. «Да», – кивнул Максим. «Хотели здесь расчистить огромную площадку, но я им помешал». Лена сочувственно кивнула, а потом, помогая новому знакомому плечом, повела его к дому покойного дедушки. Благо, стоял он на самом краю поселка, и их появление не вызвало особого переполоха. В другой руке Лена все еще держала злополучный чемодан, который не несла уже, а скорее тащила по мокрой земле. «Вы очень добрая», – сказал Максим уже у калитки, глядя на нее с благодарностью. «Да ну, перестаньте, просто не смогла оставить вас в беде», – с улыбкой ответила Лена, после чего представилась. «Как же я рад, что вы появились вовремя. А то бы меня здесь не нашли», – прошептал Макс, и его глаза медленно закрылись. Лена открыла одной рукой дверь, а потом втащила бесчувственного лесничего в дом. К счастью, в небольшой гостиной как раз стоял старенький диванчик, который, как нельзя кстати, пришелся в этой ситуации. Лена помогла гостю снять верхнюю одежду, затем уложила на диван и укрыла старым пледом, оставшимся от дедушки. «Вам нужно обработать рану», – осторожно сказала Лена, рассматривая кровоточащую царапину в районе затылка. «Где-то здесь есть аптечка, надеюсь, там найдется что-нибудь подходящее». Максим пробормотал что-то невразумительное и снова провалился в мучительное забытье. Минут через десять Лена все же нашла аптечку и, осторожно обработав рану лесничьего перекисью водорода и йодом, перевязала ее бинтом. «Ну вот, так-то лучше», – прошептала она и улыбнулась. Ее дедушка, Василий Егорович, после выхода на пенсию стал травником, и дом за долгие годы пропитался запахом его настоек и целебных отваров. До этого, около тридцати лет своей жизни, он отдал работе на станции скорой помощи. «Как же я соскучилась по этому запаху», – подумала Лена, осторожно открывая дверь в крохотную спальню. Дом был погружен в полумрак. И только лунный свет, пробиваясь сквозь щели в ставнях, освещал пыльные предметы. Старинный буфет, вышитые бабушками скатерти, книжный шкаф, доверху набитый книгами о травах и целебных снадобьях. Свет Лена решила не включать, ограничившись тусклой лампой под потолком прихожей. Максим лежал на диване. Лицо его было бледным, а рана на затылке чуть заметно кровоточила. Лена подумала, после чего осторожно наложила новый компресс. «Надеюсь, все будет хорошо», – прошептала она, глядя на его спокойное, умиротворенное лицо. Вдруг ее взгляд остановился в районе окна дальней комнаты. «Это еще что такое?» – удивилась она. Стекла в раме не было, а ставни были приоткрыты. «Странно», – пробормотала Лена. «Дедушка всегда все закрывал». Она, крадучись, обошла дом с найденным на кухне фонариком, осматривая каждую комнату. Результаты не радовали. В целом создавалось впечатление, что кто-то совсем недавно уже здесь был. Внезапно Лена увидела характерный вырез в полу, который при жизни дедушки был заботливо прикрыт ковриком. «Да это же погреб, а я и забыла о нем», – догадалась Лена. И, осторожно откинув крышку, опустилась вниз на одну ступеньку. Там витал резкий запах сырости и плесени. Каменная кладка местами осыпалась, а кое-где зияли дыры, проделанные крысами между щелями огромных валунов. На полках стояли банки с вареньем и медом, оставшимися с тех времен, когда дед Василий держал пасеку. «Да уж, ну и запашок здесь», – сказала она, зажав нос. В тот же миг в углу погреба Лена заметила приметные следы от чьих-то ботинок. А еще ей показалось, что они были довольно маленькими. «Кто это мог быть?» – подумала Лена с тревогой. «Неужели это?» Шальная мысль промелькнула в голове, но она ее тут же отбросила. «Нет, этого просто не может быть». Лена поднялась наверх и тихонько прикрыла крышку погреба. Холодный сквознячок проникал в дом через разбитое окно, заставляя ее дрожать. Она закуталась в старый дедушкин плед и решила лечь спать. «Надеюсь, Макс скоро очнется и не придется обращаться к врачу», – подумала она, укладываясь. Сон долго не хотел приходить, ускользая от нее и дразня чуткой дремой. Внезапно Лена проснулась от шороха. Ей показалось, что в доме кто-то есть. Она вскочила и схватила первый попавшийся предмет – деревянную скалку. В былые годы Василий Егорович толок ей корни и семена трав в ступе для приготовления целебных отваров. Но сейчас этот предмет в руках Лены мог превратиться в грозное оружие. «Кто здесь?» – прошептала она, стараясь не повышать голос. Вопрос повис в воздухе, оставшись без ответа. А потом в темноте комнаты стала различима маленькая фигурка, забившаяся в угол. «Ты кто?» – спросила Лена, подойдя ближе. «Н-Никита», – пропищал тоненький голосок. Лена сделала еще пару шагов и включила свет. Перед ней был худенький мальчик лет десяти с большими испуганными глазами. «Никита, а что ты здесь делаешь?» – спросила она, чувствуя, как сердце сжимается. «Меня отчим прогнал», – прошептал он, сжимая в руках грязную тряпку. «А он что, пьет?» – озвучила Лена свою догадку. «Да», – согласно кивнул незваный гость. «Он говорит, что я ему не родной. На хлебник, в общем. А дедушку Васю я помню. Он добрый был, медом меня угощал». «Бедный малыш», – прошептала Лена. «Не бойся, Никит, ты можешь остаться здесь». Мальчик посмотрел на нее с надеждой. «Правда?» «Конечно, правда», – улыбнулась Лена. «Спасибо», – прошептал мальчишка и робко прижался к ней. «Ну что ты», – сказала Лена. «Давай-ка я постелю тебя на соседней кровати. Там тепло и уютно, и никто тебя не найдет. Ну, по крайней мере, до утра. На диване, извини, не положу, там дядя Максим лесничий. В общем, плохо ему, ранен». «Понятно», – согласно кивнул Никита. «А все-таки такой хороший мальчуган. Нужно будет обязательно поговорить с его о чумом завтра», – укладываясь спать, подумала она. Тьма, окутавшая комнату, была плотной, как старая покрывала. Луна, пробиваясь сквозь щель в ставнях, выхватывала из мрака лишь отдельные предметы. Лена, укрытая тонким одеяльцем, лежала в постели, широко раскрыв глаза и глядя в потолок. В голове крутились фрагменты дня, словно обрывки кинопленки, сменяющие друг друга в хаотичном порядке. У вещевания Надежды Валентиновны, язвительный голос Сергея и собственные горькие слезы. А потом – болото, холодная вода, просьба Максима и глаза Никиты, полные надежды и слез. Несмотря на отчаянное желание уснуть, мысли все возвращались к одному – к браку с Сергеем и горькой безысходности. «Ну почему я не смогла забеременеть?» – пронеслось в сознании. Лена вдруг снова увидела себя счастливой, полной надежд. Как она с восторгом мечтала о детях, о маленьком человечке, который объединит их с Сережей и сделает семью по-настоящему полной, крепкой, счастливой. «Леночка, милая, не расстраивайся», – как сейчас слышала она голос Надежды Валентиновны. «У нас в роду такое бывает, нелегко это все, но ты не отчаивайся». «А что случилось?» – испуганно спросила тогда Лена. «Да ничего, собственно», – смущенно отмахнула свекровь. «Просто у нас в роду, ну вот». Тогда она не стала настаивать. Но позже, когда месяцы сменялись годами, а чудо зачатия так и не произошло, Надежда Валентиновна, не выдержав, раскрыла ей страшную тайну шепотом, словно боясь быть услышанной. «В нашем роду проклятие, Леночка», – прошептала свекровь, глядя в пол. «Давным-давно кто-то проклял моего прадедушку, Никанора Ивановича Золотолюбова. С тех пор нам, его детям, трудно зачать ребенка». Сергей тогда, услышав их разговор, рассмеялся. «Мам, ты что такое рассказываешь?» – воскликнул он и обнял жену. «Не верь ей, это все глупости. Я здоров, и мы обязательно станем родителями». Сережа Евпрям был молод, силен, энергичен. Он не верил в суеверие и доверял своей мужской силе и способности решить любую проблему. Но время шло, а Надежда таяла, как снег весной. Врачи разводили руками, говоря о странной, необъяснимой проблеме. Сергей, поначалу твердо уверенный в себе, начал задумываться, а потом и вовсе стал отдаляться, замыкаться. «Может, это и правда какое-то проклятие?» – пронеслось в голове у Лены, и горькие слезы полились из глаз. Ночь прошла тревожная. Утро встретило ее робкими солнечными лучами, которые пробивались сквозь старые, чуть пожелтевшие занавески. В горле першило, глаза опухли от слез. Но, несмотря на душевную боль, она чувствовала странное спокойствие. Словно дедушкина дача, наполненная запахами трав, окутала ее невидимой защитой. Солнечные лучи ласково касались лица, пробуждая ее от беспокойного сна. В голове еще крутились остатки ночных кошмаров. Тени, шепот, лицо мальчика с огромными полными страха глазами. Встав с постели, Лена сразу же направилась на кухню, приготовить завтрак. Вчерашние события словно туман окутывали разум. Все это было настолько внезапно, что она до сих пор не могла осознать всю реальность происходящего. Лена вышла во двор и, набрав воды из колодца, поставила чайник на старенькую электроплитку. В это время из гостиной донесся слабый стон. Она вздрогнула, бросилась к дивану, где лежал Максим. Он открыл глаза, недоуменно посмотрел на нее и попытался подняться. — Пожалуйста, не вставайте. Лена мягко удержала его за плечо. — Вы еще очень слабы. — Где я? — хрипло спросил Максим, оглядываясь по сторонам. — Вы на даче моего дедушки Васи, — ответила Лена, чувствуя, как слегка краснеют ее щеки. — Я нашла вас раненому болото и помогла добраться сюда. — А, точно, вспомнил. — Спасибо еще раз, — прошептал Максим. — Вы спасли мне жизнь, но лежать я все равно не буду. Не до того сейчас. Нужно разобраться, кто на меня покушался. Лиц-то я не разглядел, одни догадки. Только руку одного и заметил. Шрам на ней крупный такой, на молнию немного похож. — Не за что, — ответила Лена, скрывая смущение. — Я сейчас завтрак приготовлю, а потом решим, что делать дальше. Вскоре на столе появился ароматный чай с душистыми травами и поджаренные на сковороде ломтики хлеба с брусничным вареньем. Хлеб и масло Лена загодя купила в киоске на автовокзале, когда ждала автобус. А вот варенье сварил покойный дед. И время ничуть не отразилось на его вкусе. Напротив, добавило сладости и насыщенности вкуса. Максим с благодарностью смотрел на хозяйку. — Знаете, — начала Лена с легкой дрожью в голосе, пытаясь отвлечься от своих мыслей. — А у нас есть еще один гость. Она вошла в спальню и позвала Никиту, который уже проснулся, но не спешил вылезать из-под теплого одеяла. — Не бойся, — ласково сказала Лена, беря его за руку. — Иди сюда. Мальчик с недоверием посмотрел на Максима, но, заметив доброту в его глазах, немного успокоился. — Это Никита представила малыша Лены. — Привет, — сказал Максим с легкой улыбкой. — А что с тобой случилось? — Я сирота, — сказал мальчишка. И на него тут же нахлынули воспоминания. Моя мама пошла в метель за лекарствами для матери-отчима, Ольги Петровны. Сильно замерзла, а потом заболела. Врач говорил, что надо лечить в райцентре, а Степан отказался, сказал, денег нет. Сама того не желая, Лена тут же представила себя на месте мамы Никиты, в ту злополучную метель. И сердце сжалось от боли. — Бедный мальчик, — прошептал Максим. Сочувственно глядя на Никиту. — Нужно будет поговорить с твоим отчимом. — Как там его, Степан? — Да. — А ему вообще ничего не нужно. Бабушка болеет, у него только выпивка на уме. — грустно вздохнул Никита. — А где живет твой отчим? — осторожно поинтересовался Максим, который по сравнению со вчерашним днем чувствовал себя заметно лучше. — Дядя Степан? — задумался Никита. — Он живет на окраине поселка. Если нужно, могу показать дорогу. При этом маленькие ладошки сжались в кулачки. — Не бойся, дружок, — ласково сказал Лена, присев рядом. — Мы просто спросим у Степана, как у него дела. — Он злой, — прошептал Никита. — И пьет много. — Мы позаботимся о тебе, — уверенно сказал Лена. — Поверь, с тобой ничего плохого не случится. Максим Лесничий приехал охранять лес. Теперь здесь будет порядок. — Макс утвердительно кивнул и улыбнулся пареньку. Выйдя из дома, они неспешно направились к окраине поселка. Отчасти это объяснялось тем, что после травмы Лесничий не мог ходить так быстро, как раньше. Солнце уже поднялось высоко, и деревня проснулась. Куры кудахтали, петухи кукарекали, и из приоткрытых окон доносились звуки музыки работающих радиоприемников. Воздух был наполнен ароматами сена и цветов. Дорога к Степану шла через старое поле, усеянное васильками и ромашками. Навстречу им попался Трофимыч Паший Кос. Дедуля поприветствовал гостей, пожелав доброго дня. — А вот и Степаново логово, — проговорил Максим, когда они подошли к невзрачному дому. В этот же момент дверь открылась, и на пороге появился грузный мужчина с красным лицом и злыми глазами. — Чего надо? — ревкнуло. — Никиту привели? Благодарочка. Но он часто сбегает, так что ничего страшного. — Да, нам нужно поговорить как раз об этом, — сказал Максим. — А чего тут говорить? — усмехнулся Степан. — Мамка Никиты померла, бабка болеет. — Мне, сами видите, за всем одному не углядеть. — А еще мы хотим узнать, кто мог напасть на Максима, — вмешалась в разговор Лена. Степан ухмыльнулся. — Ну вы, городские, такие смешные, ей-богу. Поверьте, вам здесь ничего не светит. Да и зачем вам это знать? Может, нападавшие хотели тебе помочь? Ну, чтобы уберечь от чего похуже. Лена почувствовала, как кровь прилила к лицу. Замечание отчима показало сей откровенным издевательством. — А что, если я предложу вам сделку? — сказал вдруг Степан, поглядывая на Никиту. — Может, захотите оформить опеку над мальчиком? Я возражать не стану и все, что нужно, подпишу. Но взамен будете ухаживать за моей матерью. Она уже еле держится. Врачи на ней крест поставили. А денег на сиделку у меня нет. Не заберете вы, так я ее в дом милосердия определю. Не готов я с пеленками ее возиться. Лена ошеломленно посмотрела на Степана. В ее глазах застыли боль и недоумение. Макс тоже был шокирован, но держался спокойнее. — Мы подумаем. Но в первую очередь нам нужно привести дом Лены в порядок. А Никита, думаю, сможет нам в этом помочь. Степан хитро прищурился. — Не, браток, так не пойдет. Сделка обратной силы не имеет. Или вы забираете мою мать и Никиту, или я заявляю в полицию, что вы собираетесь отнять у меня ребенка. — Да у тебя совсем совести нет. Это же твоя мама. Не сдержалась Лена. Но пронять Степана оказалось довольно сложно. — Ты мне на жалость ты не дави. Будет так, как я сказал. А не нравится, я вас сюда не звал. Учтите, Никита из дома нескоро тогда выйдет. Максим посмотрел в заплаканные глаза паренька, а потом махнул рукой. — Ладно, бог тебе, судья. Готовь, мать, к переезду. Только позаботься о транспорте. Степан довольно ухмыльнулся. — Ну вот, сразу с этого и надо было начинать. Ты же мне руки развязал, браток. Я же теперь дом продать смогу, раз мамка у вас жить будет. Ну и махну к морю. Максим покачал головой и, взяв Никиту за руку, пошел в обратный путь. — Ты уверена, что это правильное решение, Лен? — спросил Макс, сам не заметив, как перешел в разговоре на «ты». Да, у меня больше нет никаких сомнений. Никита наконец-то сможет пожить в спокойной обстановке, а вот Ольга Петровна нуждается в помощи, и я ее не брошу, — ответила Лена. — Спасибо, тетя Лен, — радостно воскликнул мальчишка, касаясь ее руки. — Не за что. Я рада, что смогла тебе помочь, — ответила Лена, наклонившись, чтобы прижать его руку к своим губам. На то, чтобы перевезти мать в дом покойного Василия Егоровича, у Степана ушло около часа. За это время Лена вместе с Максимом приготовили комнату для больной женщины. При заселении Ольга Петровна плакала от смущения, но Никита успокоил ее, сказав, что все будет хорошо. — Теперь вы здесь, с нами, в безопасности, Ольга Петровна, — подтвердила Лена, гладя ее по руке. — Я вам так благодарна, — ответила женщина, улыбаясь сквозь слезы. — Мы будем заботиться о вас, пока вы не поправитесь, — в свою очередь заверил ее Максим. Лена накрыла Ольгу Петровну одеялом и зажгла в комнате лампу с ароматными маслами из коллекции Василия Егоровича. Затем они с Максимом пошли на кухню готовить обед для всей семьи. Лена улыбнулась и подумала, что никогда еще не была так спокойна. Она была вдали от городской суеты и могла наслаждаться тишиной и спокойствием деревенской жизни. — Лен, ты меня прости, но мне нужно будет отлучиться на пару дней. Необходимо подготовить отчет о проделанной работе и передать его управлению лесного хозяйства области. А еще после покушения я запрошу подкрепление, чтобы прочесать лес и найти нелегальную лесопилку. «Здесь же как-никак заповедная зона», — немного смутившись, сказал Максим после обеда. Лена погрустнела, но приказывать ему остаться тоже не могла. Тем более, что сама она возвращаться в город явно не собиралась. Да и что там, собственно, делать, когда Сергей занят только своей любовницей и наследством? Надежду Валентиновну, конечно, немного жаль, но ведь сама виновата. Воспитала сына эгоистом, а теперь пожинает плоды и страдает от его подлости. После отъезда Макса, в течение трех последующих дней, Лена ухаживала за Ольгой Петровной. Кормила, давала лекарства, читала книги. Никита ходил в школу, а после уроков помогал тете Лене ухаживать за неродной бабушкой. Жизнь на даче текла медленно и спокойно. В какой-то момент Лена поняла, что нашла свое пристанище в доме деда Василия, и что она никогда не захочет покинуть это место. За все это время Сергей позвонил ей лишь однажды, сказав о том, что подал на развод. «Но только не думай, что тебе что-нибудь обломится. Папаша мой всегда был со странностями, но квартиры тебе все равно не видать», – процедил муж. «А мне от тебя ничего и не надо. Лучше позаботься о Кире и Надежде Валентиновне», – отрезала Лена и первой положила трубку. Время летело незаметно. Максима все не было. Почти каждый день Никита выходил на автобусную остановку, чтобы встретить доброго дяденьку. Но все было бестолку. Лена же продолжала заботиться о матери Степана, ставшей в какой-то мере гарантом неприкосновенности мальчика. «Как вы себя чувствуете, Ольга Петровна?» – спросила Лена, нежно поправляя простыню, которая казалась слишком большой для ее хрупкого тела. Женщина слабо улыбнулась, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на благодарность. «Спасибо. Лучше, чем вчера, но эта боль в груди, она все еще не проходит». «Я понимаю», – мягко ответила Лена. «Исходя из данных клиники, у вас опухоль, но мы будем бороться. Никита, принеси, пожалуйста, отвары из трав дедушки Василия. Он всегда помогал при кашле». Мальчишка с глазами, полными детской тревоги, торопливо побежал на кухню. Лена продолжала заботливо гладить Ольгу Петровну по плечу, словно пытаясь передать ей свою силу и спокойствие. «Эта боль пронзает меня насквозь», – проговорила бабуля, закашлявшись. «Я думаю, что мои легкие словно наполнены песком. Трудно дышать. Иногда кажется, что я вот-вот захлебнусь». «Ольга Петровна, вы только не отчаивайтесь», – поспешила успокоить ее Лен. «Мы будем следить за вашей температурой, принимать лекарства и, конечно, отвары деда Василия. Они могут облегчить ваше состояние. Я тут нашла его дневник, там много полезных рецептов». Никита вернулся с кружкой, в которой темнела душистая жидкость. Лена поднесла ее к губам Ольги Петровны. «Выпейте, пожалуйста, вам нужно набираться сил». Женщина медленно сделала несколько глотков, при этом морщась от горечи. «Спасибо, милая. Ты так добра ко мне». «Я просто хочу помочь», – ответила Лена. И сердце ее сжалось от сострадания к этой несчастной бабушке. «Вы ведь нам не чужая. Мы с Никитой будем заботиться о вас». «А Максим? Он ведь хороший человек, правда?» – прошептала Ольга Петровна. «Надеюсь, он скоро вернется. Дел у него, наверное, много. В лесном хозяйстве, видимо, не все гладко. Он обязательно вернется», – заверила ее Лена. «А еще обещал, что привезет все необходимое. Антибиотики, обезболивающие. Все будет хорошо». Последующие три дня прошли в заботах и тревоге. Лена старалась сделать все возможное, чтобы облегчить страдания своей подопечной. Никита, несмотря на свой юный возраст, оказался заботливым и чутким помощником. Он приносил воду из колодца в маленьком ведерке, читал бабушке вслух задания по русскому и литературе, да просто сидел рядом, держа ее за руку. При виде этой трогательной картины Лена улыбалась. Простота и детская любовь придавали ей сил, не давали отчаиваться. Ведь теперь Лена несла ответственность за судьбу двух человек, сражающиеся с коварной болезнью Ольги Петровны и маленького Никиты. Но в этой ответственности скрывались ростки новой надежды, поскольку даже в самых сложных ситуациях можно найти место для доброты и сострадания. Ночь опустилась на дачу, окутав стены прохладой и тишиной. Лена, уставшая от дневных забот, сидела у кровати Ольги Петровны. Она держала в руке прохладный компресс, который уже не мог принести облегчение. Мать Степана, измученная болезнью, металась в бреду и бормотала что-то бессвязное. Вдруг ее дыхание стало прерывистым и хриплым. — Никита, милый, тише! — прошептала Лена, прижимая к себе испуганного мальчика. — Бабушке просто нужно немного отдохнуть. Но желанный покой так и не наступил. Дыхание Ольги Петровны становилось все более поверхностным. Лицо приобрело сероватый оттенок, а губы посинели. — Тетя Лен, — прошептал Никита, прижимаясь к ее плечу. — А бабушка, она же... В этот момент Ольга Петровна резко дернула всем телом. Ее глаза на мгновение открылись, а затем снова закатились под веки. Потом грудь ее перестала двигаться. — Никита, милый, только не бойся! — воскликнула Лена, чувствуя, как бешено колотится ее сердце. — Все будет хорошо. Она попыталась прощупать пульс, после чего приложила ухо к груди Ольги Петровны, пытаясь уловить хоть какой-то слабый звук. Ничего. Лену охватила паника. Но она тут же пресекла ее. Нужно срочно действовать. Для слез сейчас нет ни времени, ни сил. — Никита, милый, принеси мне воды и большую подушку. Только быстро, пожалуйста! — скомандовала Лена. В этот момент она вспомнила рассказы дедушки из детства о том, как нужно бороться с обмороками и сердечными приступами. Лена быстро расстегнула ворот на ночной рубашке Ольги Петровны и, поправив голову, положила под нее подушку. — Так, Никита, быстро к телефону и вызывай скорую. Преодолевая страх и отчаяние, Лена начала делать непрямой массаж сердца. — Раз, два, три, четыре! — считала она вслух, ритмично надавливая на грудную клетку. — А бабушки что, уже нет? — прошептал Никита, стоя в дверях и дрожа от страха. — Нет, Никита, потом вопросы. Звони в скорую. Ольга Петровна просто сильно больна, но я ей помогу. — Как? Ты же не врач. Глаза паренька были полны слез. — Я сделаю все, что смогу, — ответила Лена, продолжая массаж. Ее руки ныли, но она не могла остановиться. Лена чувствовала, как в ее пальцах словно скопилась какая-то необъяснимая внутренняя энергия. Перед глазами замелькали вспышки и все поплыло. — Никита, принеси нашатырь, пожалуйста. Он там, на полке, слева. — Никита, ну где же ты? — чуть не кричала от отчаяния Лена. Наконец, мальчик принес пузырек. Она быстро смочила ватку и поднесла к носу Ольги Петровны. — Смотри, бабушка вздрогнула! — скрикнул Никита. Лена продолжала делать массаж сердца. Медленно, но уверенно она чувствовала, как сердце Ольги Петровны начинает биться сильнее. А через минуту в дом вошли врачи скорой помощи. Опытный реаниматолог подошел к кровати и начал осматривать пациентку. — Пульс есть! — раздался через пару секунд его уверенный голос. — Все в порядке, но готовим реанимацию. Лена упала в кресло, выдохнув с облегчением. — Вы сделали что-то невероятное! — ободряюще улыбнувшись, сказал врач. — Ваши реакции и действия спасли этой женщине жизнь! Никита подбежал к Лене и обнял ее за плечи. — Тетя Лена у нас настоящая волшебница! — воскликнул мальчик, и его глаза блестели от слез. — Да ну скажешь тоже! — ответила Лена, прижимая его к себе. — Я просто хотела помочь. А оказывать первую помощь меня научил дедушка. Он ведь в молодости фельдшером на скорой работал. — О, семейная династия, значит? — с уважением заметил доктор. — Ну, если будет желание, милости прошу в нашу клинику. Место всегда найдется. Лена отрицательно покачала головой. Ведь не имела медицинского образования, а работала помощником повара в кафе. Врач кивнул, а потом вместе с медбратом принялся укладывать Ольгу Петровну на носилки. — Есть подозрения на метастазы, возможно, с усложнением на сердце. Нужно срочно госпитализировать, — заключил он, увидев в глазах Лены застывшую тревогу. Помедлив немного, добавил. — Мы сделаем все возможное. Но нужны анализы, рентген, консультация кардиолога. Завтра узнаем более точный диагноз. Надеюсь, что и не станет хуже. А вообще, как на мой взгляд, нужно задуматься об операции. Лена провожала сотрудников скорой до самых ворот, с трудом сдерживая слезы. Никита весь дрожа был рядом, наблюдая за удаляющейся машиной. — Бабушка ведь будет жить, правда? — прошептал мальчик. И в его голосе слышалась мольба. — Конечно, милый. Стараясь говорить уверенно, — ответила Лена и обняла его. — Она будет жить и будет бороться дальше. После отъезда скорой она вдруг ощутила себя одинокой и беззащитной. Максим так и не приехал. Время тянулось бесконечно, нагоняя тоску и отчаяние. В голове одна за другой крутились тревожные мысли. А вдруг Макс обманул? Может, он и не собирался нам помогать? Ну чего в жизни-то не бывает? Поиграл с Никитой в доброго дяденьку, а потом уехал не прощаясь. Надежда, которая еще теплилась в ее душе, угасала с каждой минутой. Лена сидела на крыльце, глядя в звездное небо. На улице было прохладно. Холод пробирался под одежду, заставляя дрожать всем телом. Телефон в кармане молчал. «Ну где же ты, Максим?» Прошептала Лена. И в глазах блеснули слезы. «Почему не звонишь?» Никита вышел из дома и подошел к ней. Лена молча взяла его за руку и потянула за собой в дом. «Тетя Лена, не волнуйся», — сказал мальчишка, глядя на нее своими умными глазами. «Максим обязательно вернется, он мне пообещал. И руку перед этим пожал, прям как взрослому». Лена обняла мальчика, уткнувшись лицом в его худенькое плечо. По правде говоря, ей так хотелось верить словам Никиты, но глубоко внутри, в самой душе, поселилась тревога за здоровье Ольги Петровны, за будущее Никиты и, самое главное, за себя и разбитую в дребезги жизнь. На следующее утро Лена с букетом полевых цветов, собранных на опушке леса неподалеку от дачи, вошла в палату матери Степана, тихонько прикрыв за собой дверь. «Ольга Петровна, здравствуйте! Как вы себя чувствуете?» — тихонько спросила Лена, ставя цветы в вазу на тумбочке. «Спасибо, гораздо лучше, с твоей помощью и заботой», — прошептала та, с благодарностью глядя на гостю. Лена присела на стул рядом с кроватью, взяв бледную бабушку за руку. Словно прочитав ее мысли, Ольга Петровна продолжила. «Знаешь, я... мне нужно кое-что тебе рассказать». Лена кивнула, и ее сердце забилось чаще в предчувствии чего-то важного. «Дело в том, что Степа, он не совсем мой сын», — тихо сказала Ольга Петровна, «но с каждым словом ее голос становился все тверже». «Он подкидыш, понимаешь?» От неожиданности у Лены перехватило дыхание. Она, конечно, подозревала, что в жизни Степана есть какие-то тайны, но не настолько же. «Подкидыш?» — переспросила Лена, все еще не веря своим ушам. «Да, это так», — вздохнула Ольга Петровна, прикрыв глаза. «Много лет назад я очень хотела иметь детей. Была молодой, полной сил, мечтала о семье». В этом месте она на мгновение замолчала, потом продолжила. «Я работала учительницей в школе в соседнем поселке. Всегда любила детишек, но своих иметь не могла. Это было как наказание. Мы с мужем очень старались, куда только не обращались, но ничего не получалось. Медицина тогда еще не была так развита, как сейчас. Доктора разводили руками, а я тихо плакала в подушку, мечтая о малыше. «Простите, я не знала», — прошептала Лена, чувствуя себя неловко. «Да что уж теперь». Ольга Петровна едва заметно улыбнулась. «Это прошлое, а его нельзя изменить». «Но я хочу, чтобы ты знала правду». Лена невольно сжала руку женщины, решившей продолжить свой непростой рассказ. Я тогда была очень несчастна. И вот в один из осенних дней я шла с работы после родительского собрания, уставшая, подавленная. Вдруг возле старого кладбища я заметила маленького мальчика, завернутого в теплое одеяльце. Он был совсем крошечным, беззащитным. Поначалу я даже подумала, что это обман зрения или галлюцинация, но когда подошла ближе, все сразу стало понятно. «И вы забрали его?» — не сдержалась Лена, не сводя глаз бабули. «Да, принесла малыша к себе», — вымученно улыбнулась Ольга Петровна. Я недолго думала. Он был таким маленьким, симпатичным. Не знала я, откуда Степа там взялся, но надежда на то, что он станет моим сыном, была единственной ниточкой, которая тогда удерживала меня от непоправимого. Муж ведь уже налево посматривать стал. А я полюбила Степу как родного. В какой-то мере он спас меня. Об этом никто не знает, но я несколько раз приходила к реке. Прыгнуть, правда, не решилась. Словно удерживало меня что-то. Теперь знаю. Это был Степа. Лена смотрела на Ольгу Петровну, переполненную болью и горем, и только сейчас поняла, через что пришлось пройти этой хрупкой на вид женщине. «Так Степа и стал мне сыном», — продолжила она. Но он был очень слабеньким, вечно попадал в истории. Как-то неудачно упал с велосипеда, когда ему было шесть. Порезал руку, и Степу пришлось везти в районную больницу. Хорошо еще, что врач на месте был. Дело-то к ночи шло уже. После этого у Степана на руке остался большой шрам. Продолжила Ольга Петровна тихим голосом, полным боли и раскаяния. Он очень стесняется его, никогда не показывает. Я всегда пыталась понять его, утешить, но... Иногда Степа становится таким злым, таким жестоким. Из-за шрама? А какой он формы? — осторожно переспросила Лена, чувствуя, что упускает что-то важное. Не думаю, что Степа злится из-за шрама. А формы и отдаленно молнию напоминал. Зигзаг, в общем. Покачала головой бабуля. Он просто несчастный, как и я. Все мы несчастны, милая. Ну не говорите так, Ольга Петровна. Попыталась успокоить ее Лен. Он же ваш сын. Да уж, мой сын. Но Степа никогда не простит меня за то, что я не смогла подарить ему нормальное детство. Жили бедновато. Не голодали, конечно. Все лучшее, что только было ему, любимому сыночку. А он от меня отказался. На недвижимость глаз положил. А меня в дом милосердия. В этот момент Лена вдруг вспомнила слова Максима о том, что на него в лесу напал мужчина с большим шрамом на руке. А что, если одним из злоумышленников как раз и был Степан? В таком случае можно только позавидовать его выдержке и железным нервам. Смотреть в глаза своей жертве и делать вид, что он не понимает, о чем речь. Решив не огорчать Ольгу Петровну раньше времени, Лена попрощалась и покинула палату. Коридор больницы казался бесконечным. Ей, одетой в простенькую кофту, крупные вязки и джинсы, было немного неуютно в этом царстве белизны и запаха лекарств. Она думала о Максиме, который не возвращался уже несколько дней. Думала о дальнейшей судьбе Ольги Петровны, чья жизнь висела на волоске. Но внезапно из-за двери одной из палат показался высокий мужчина лет пятидесяти в белом халате. «Елена Ивановна Злотолюбова?» – спросил он, смущенно поправив очки в тонкой оправе. «Вас ведь так зовут?» «Да, верно, это я», – ответила Лена, немного растерявшись. «Григорий Викторович Волков, заведующий отделением», – представился тот, протягивая руку. «Извините, что беспокою и отнимаю ваше время, но я вынужден признать, в стенах нашего учреждения произошла досадная ошибка». Сердце Лены замерло. Она почувствовала, как кровь отливает от ее лица. «С Ольгой Петровной что-то не так?» – прошептала она, «не в силах произнести больше ни слова». Григорий Викторович кивнул, и в его глазах появилось сочувствие. «Как это ни прискорбно, мы ошиблись в диагнозе. На самом деле, ее болезнь поддается лечению». В коридоре повисла тишина. Лену словно окатили ледяной водой. Она не верила своим ушам. «То есть вы хотите сказать, что она поправится?» – прошептала Лена, «не в силах сдержать дрожь в голосе». «Да, абсолютно верно», – кивнул заведующий. «Конечно, лечение будет небыстрым, но все возможно. Мы уже назначили ей соответствующую терапию. Кстати, как раз сейчас медсестра проводит все необходимые процедуры». «А кто же допустил ошибку, если не секрет?» – пробормотала Лена, пытаясь понять, что вообще происходит. «Сотрудник, ответственный за диагностику, уже уволен». Заведующий пожал плечами, слегка нахмурившись. «Этого, конечно, мало, но мы постараемся сделать все, чтобы подобного больше не повторилось». Лена не знала, что сказать. Чувство облегчения смешивалось с непониманием. Она перевела взгляд на дверь палаты, где лежала Ольга Петровна. «Огромное вам спасибо, Григорий Викторович!» Опомнившись, поблагодарила Лена заведующего. «Не стоит, Елена Ивановна», – улыбнувшись, ответил врач. «Рады, что смогли помочь». Когда Лена тихонько приоткрыла дверь и заглянула в щелочку, в палате было тихо. Только чуть слышный гул медицинских аппаратов нарушил тишину. Ей казалось, что она находится в другом мире, где страх и отчаяние побеждены. Ольга Петровна будет жить, и это самое главное. Обратная дорога в автобусе пролетела, как один миг. Стояло бабье лето, и лучики солнца заигрывали с пассажирами, щекочая их довольные лица. Уже на въезде в деревню Лена заметила необычную суету. Несколько машин с мигалками стояли у дороги, а вокруг них суетились люди в полицейской форме. Сердце ёкнуло. Что-то случилось. Среди следственной группы Лена сразу заметила Максима. Он стоял, сложив руки на груди в окружении людей в штатском. Лена ускорила шаг и, не раздумывая, бросилась к нему. «Макс!» Крикнула она, обнимая. Мужчина, казалось, опешил от неожиданности, но тут же прижал её к себе. «Как хорошо, что ты приехала!» Прошептал он. «Максим, что происходит? Почему так много машин? Всё в порядке?» Спросила Лена, отстраняясь и замечая, что лицо его напряжено, а в глазах застыла усталость. «Это сложно объяснить. Сейчас идёт расследование. Дело о незаконной вырубке. Нам удалось выйти на след и...» Начал Максим, но его прервал один из мужчин в костюме. «Товарищ капитан, нужно с вами поговорить. Есть несколько вопросов». «Конечно», — кивнул Макс. И его взгляд скользнул по Лене, дав понять, что ему действительно есть что сказать ей, как и коллегам. Переговорив с полицейскими, Максим вернулся и, наклонившись к ней, заговорил с короговоркой. «Лена, послушай, я... мне нужно кое-что тебе рассказать. Поэтому мне очень важно, чтобы ты была со мной предельно откровенна». «Конечно, я готова», — ответила Лена, почувствовав, как тревога вновь сковывает ледяным обручем её сердце. «Мне нужно, чтобы ты рассказала всё, что узнала о Степане и его матери. О чём она говорила тебе? Может, давала какой-нибудь знак?» — спросил Максим. «Степан что-то скрывает. Я теперь знаю, что у него на левой руке большой шрам, как след от пореза, очень заметный. Он его стесняется и тщательно скрывает подлинными рукавами». Лена старалась говорить спокойно, но, несмотря на все усилия, голос её всё равно дрожал от волнения. Максим замер. Его глаза расширились от внезапного озарения. Он вспомнил момент нападения на него в лесу. И шрам тоже. «Да это же он!» «Степан напал на меня!» — прошептал Макс. «Ты уверен?» — спросила Лена. «Может, ошибка?» «Да нет, какая ошибка-то что? Таких совпадений просто не бывает. Понимаешь, я тут много чего узнал и времени даром не терял. На самом деле, главарь всей этой банды чёрных лесорубов — человек по имени Сергей Владимирович Золотолюбов. Белый воротничок из офиса». «Сергей?» — не сдержалась Лена. Максим сочувственно вздохнул. «Он ведь твой муж, да?» «Сергей давно этим занимается. Ну, не сам, конечно, а при участии отца своей любовницы — Киры. Аркадия Германова». «Именно поэтому покойный отец Сергея, Анатолий Борисович, как заядлый рыбак и человек, любящий природу, хотел оставить своё наследство именно тебе, чтобы не поддерживать сына Душугуба, организовавшего безжалостную вырубку леса. Когда ущерб стал заметен, меня направили в этот район. Но Сергей был хитрее. По его плану, меня заманили в хитроумную ловушку. Таким образом, он хотел убрать опасного свидетеля и замести следы руками своего подручного, Степана. «Если бы не ты, Лена, я бы так и не смог распутать этот клубок. Наследство они тебя тоже лишили незаконно. Переделали всё на Киру и подменили завещание в последний момент». В это же время к ним подошёл один из следователей и, улыбнувшись, Максиму сказал. «Товарищ капитан, мы получили данные обо всех участниках незаконной вырубки. Всех арестовали, в том числе и Степана. Он уже даёт признательные показания». Лена помедлила немного, а потом обняла Макса. В глубине души она была счастлива от того, что сотрудник лесничества жив и здоров, а лес больше не будет страдать от жадности предприимчивых дельцов. На деревне же, словно символ надежды, засияло солнце. Дети снова беззаботно играли на лужайках, а их смех разносился по улицам, напоминая о том, что жизнь продолжается. Лена, стоя на крыльце дома дедушки Васи, вдыхала этот чистый, наполненный радостными ожиданиями воздух. Рядом с ней, улыбаясь, стоял Максим. Его глаза, прежде полные тревоги, теперь светились теплом и нежностью. «Как же здорово!» – прошептала Лена, глядя на осенний сад. «Кажется, мы победили». «Да, Лена», – ответил Макс, бережно взяв ее руку в свою. «Мы победили. И все это благодаря твоей смелости, доброте и мудрости». «Нет, мы преодолели все вместе», – поправила она его, нежно сжимая руку. Они помолчали еще некоторое время, наслаждаясь тишиной и покоем. Наконец, Максим первым нарушил молчание. «Лен, я давно хотел тебе сказать, ты – самый светлый и прекрасный человечек из всех, кого я знаю». Она покраснела, словно старшеклассница на первом свидании. «Максим», – начала она, слегка запинаясь. «Я тоже очень рада, что мы встретились». «Хочу, чтобы ты знала», – продолжил он. «Я люблю тебя и хочу прожить с тобой всю жизнь». Лена улыбнулась, и глаза ее сияли счастьем. «Я тебя», – призналась она. И на ее губах заиграла милая улыбка. Сразу после этого в жизнь Лены ворвались важные перемены. Она подала документы на развод. И Сергей, заключенный под стражу за организацию незаконных вырубок леса, не стал препятствовать этому решению. Надежда Валентиновна, узнав о деяниях сына, была шокирована и растеряна. В глубине души она всегда считала себя хорошей матерью, а сына – любимым ребенком. Но после окончания следствия даже она уже не могла оправдывать его преступление. «Я прошу у тебя прощения, Леночка», – сказала Надежда Валентиновна сквозь слезы, когда встретилась с невесткой в суде. «Я правда не знала, что Сережа способен на такое. И еще, родовое проклятие бесплодности я выдумала, надеялась, что это сбережет ваш брак». Лена понимала, что Надежда Валентиновна, возможно, не видела всей картины в целом, но, как мать, должна была быть более внимательной к своему сыну. «Пожалуйста, не извиняйтесь», – мягко ответила она. «Главное, что теперь все закончилось. А зла я на вас не держу». Вскоре Лена и Максим подали заявление в ЗАГС. Их свадебный день был наполнен солнцем, цветами и искренним счастьем. Никита, который теперь официально стал их приемным сыном, был самым счастливым мальчишкой на свете. Он больше не боялся, а его глаза сияли надеждой и любовью. «Спасибо вам», – прошептал мальчик, обнимая Лену и Максима. «Вы настоящие волшебники». «Мы очень рады, Никит», – ответила Лена, прижимая его к себе. «Здорово, что теперь ты часть нашей семьи». Через три месяца Ольга Петровна наконец вернулась домой. Совершенно здоровой. Хоть и похудевшей немного, но не беда. Дома и стены лечат. Особенно, когда жизнь стремительно меняется к лучшему. Ведь именно она разглядела в Лене и Максиме не просто добрых людей, но и будущих членов одной большой и дружной семьи. «Я очень благодарна вам с Максом», – всхлипнула Ольга Петровна, глядя на Лену в свадебном платье. Та же застенчиво улыбнулась и, ответив на призыв Горько, коснулась губ Максима в жарком поцелуе. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Всего вам доброго!